Под утро уже вот этот третий глаз, он просто устал до такой степени, что хотелось его вот так вытащить, в шакан положить, чтобы он отдохнул. Так вот пишут стихи, но читать я, к сожалению, не умею. Ну, пожалуйста, прочитайте, ну, пожалуйста. Не умею, я просто нет даже с собой текста. А детский можно дать? А детский, да, есть. Может быть детский? Может детский прочитать? Чуть попозже прочти. Хорошо. Еще я хочу заметить, что у Андрея Александровича будет лежать такая вот книга, называется «Добрых пожеланий» с юбилей. В общем, у вас будет лежать книжечка и ручка. Кто хочет, может подойти и написать пожелание. Сейчас мы вызываем поздравить Андрея Александровича Смирнова Юрия Петровича. Он член Императорского Палестинского общества. Дипломат. Дипломат. Просим. Спасибо. Дорогие друзья, родные, братья и сестры, уважаемые дамы и господа. Сегодня великий праздник. 35 лет этого великого, знаменитого писателя, человека, который во многих апостасях работает. И даже одно то, что он однажды открыл дату, когда рукопашный бой в России состоялся, это одно это, мы поставим ему, кол в том предприятии, которое будет называться имени Андрея Александровича. Рукопашный бой в России – это великое дело, которое идет из веков. Я представляю не только Императорского Палестинского общества. Сегодня праздник Средний Господний. Поздравляю всех православных. Сегодня великий праздник. 30 лет вывода войск из Афгана. Вот я не пошел ни на какое мероприятие, а по приглашению организаторов мы пришли поздравить вот этого великого человека. Хоть он на 5 лет положил моего сына. Вот то, что он написал, то, что он сделал, мы говорим, 35 лет. Для этого энтузиаста, для этого человека еще минимум 35 лет надо работать и потом еще добавить. Потому что моя мама, легенда НКВД ФСБ, прожила 120,5 года и защищала таким людям, как Андрей Александрович, творить и воять. Я еще не все сказал. Вот великий актер говорил, я со светлой дружизнью 40 лет прошу, и мы делаем фильм эту москвику. Но вопрос не в этом. Сегодня мы пришли с послом МИДа, с советником Лаврова, нашим великим человеком Олегом Ивановичем, потому что он сказал, надо его сегодня познать. И мы пришли. Степашин Сергей Вадимович не смог прийти, но передал привет тебе. Степашин Сергей Вадимович знает истинных талантливых людей и в честь Гранина мы создали этот год имени Гранина. Через 100 лет будет и тебе. Одно пожелание только. Одно пожелание. Не зазнавайтесь. Великое дело быть писателем. Все мои труды в собственных лет не написаны, только через 50 лет придется потом их возобновить. Но тем не менее, мы сделали великое дело Федерации космонавтики, я как заслуженный испытатель космической техники. Мы многое сделали в наших научных разработках, на поисках работах. И вот то, что посмотрев ваши труды, вот эту колоссальную библиотеку люди сказали, что писал именно сам, это издательство подтвердило, это легко проверить, по компиляции. Мы гордимся тобой. Андрей Александрович, давай будем дружить. Наш дом, Забелина-3, всегда ждет вас. 25 февраля, дом имени Солженицына, мы будем править в память нашего знаменитого востоковеда Николая Николаевича Лесового. Все здесь сидящие, приглашайтесь туда. Да храни вас Господь. С праздником, на великой человек, а сейчас добавить от Степашина Олега Ивановича. Фот. Мы вручаем великий труд, которым гордится наше общество, которому уже 140 лет, старейшая общественная организация в России, Россия в Святой Земле. Это про труды наших прачевов по линии юбератского православного туристинского общества, русской группы, министерства иностранного дела имперской России. И автор, если не автор этих томов, третий том еще выйдет, как раз Лесовой Николай. Он собрал эти материалы, и многие написали. Спасибо. А сейчас мы приедем.